Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. С мужем вместе 12 лет, из них 10-9 лет точно не испытываю сексуального желания к нему. Нет, подробности вообще заниматься сексом, ничего не испытываю во время него. При этом не могу сказать, что не люблю мужа, он мне очень дорог, очень родной и близкий человек, мы ругаемся редко, отношения не больные вроде без драк, скандалов, оскорблений и всего подобного. Есть сын, 9 лет. Конечно, есть, как у всех, какие-то недопонимания, мелкие ссоры, но мы стараемся их решать. Самая большая и основная проблема, я считаю, что я не хочу с ним ложиться в постель. Везде всё хорошо, мне приятно проводить время, вместе гуляем, смотрим сериалы, ходим в рестораны, кино, но как только доходит до постели, я начинаю придумывать что угодно или занимаюсь сексом без желания и удовольствия. Меня интересует, какие причины могут быть в такой ситуации, потому что сама я вообще не могу понять, что происходит. Ну, традиционно, это проблема гендерной модели поведения. Традиционно, то есть, то есть, вы не можете по какой-то причине быть с своим мужем женщина. То есть, вы с ним можете быть другом, вы с ним можете быть личностью, вы с ним можете быть родителем, да, вашего ребёнка, но вы не можете с ним быть женщина, вот. А, связано это вот именно с тем, что в какой-то момент гендерная модель поведения нарушилась. На самом деле, в семье, ну, в семье, да, в отношениях это часто достаточно бывает, то есть, это, ну, могут, может быть, и привыкания, может быть, и какие-то обиды, но чаще всего, чаще всего происходит именно в силу того, что человек, партнёр, супруг зажимает в себе какие-то свои чувства, вот, не говорит о своих желаниях и не проявляется, как-то, вот. Самая распространённая, самая распространённая причина, одна из самых распространённых причин, это, как бы, изменение направленности, то есть, я своего супруга воспринимаю, как, ну, например, как ребёнка, или, наоборот, как родителя, вот. Влечения, соответственно, к, ну, вот, к таким фигурам, да, нет, и быть не может, это первое. Второе, это какие-то неприятные вещи, которые вас, условно говоря, могли отвратить, вот. Тут, ну, тут нужно, ну, смотреть историю ваших отношений, тут нужно в первую очередь доверие, чтобы вы, вот, признали себе в том, что, вот, да, вот, что-то является, ну, проблемой, что-то является трудностью, что-то является тем, что, ну, вам, например, неприятно. Очень часто для того, чтобы отношения сохранить, да, очень часто для того, чтобы отношения типа не рушить, а люди, вот, идут на такие жертвы, эм, типа, зачем я буду, там, ну, зачем я буду говорить, да, о чём-то, если всё, в принципе, ну, нормально. Ну, вот, то есть вы об этом сами практически откровенно говорите, вот, что, ну, всё хорошо, а, ведь, зачем я буду, там, как бы, что-то меня, да, мужчина хороший, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Суперспокойные отношения, суперразмеренные отношения без, эм, проявления, ну, без проявления, скажем так, эм, эм, человека, да, без проявления, эм, позиции, мужской позиции, соответственно, женской позиции, без проявления, эм, человеческой позиции тоже существенно оказывает влияние. То есть, да, создаётся такой, эм, образ, да, создаётся такая, такая эллизия того, что я нахожусь, вот, в каком-то таком вакууме, да, оно не токсичным, да, вроде бы хорошим, вроде бы приятным, но в то же время, как бы, как бы неживым. Возвращаясь к модели гендерного поведения, хочется сказать, что у разных людей возбуждение, как бы, возникает, ну, на определённую, на определённый поведенческий стереотип. Вот. То есть, когда мужчина, чтобы меня мужчина возбудил, да, мне, как женщине, нужно определённое поведение. Вот. А, как бы, мой мужчина, вот, в процессе некоторых, скажем так, кризисов, да, то есть, это первый кризис, кризис там с трёх лет, это второй кризис, это кризис родственного ребёнка. Мой мужчина, вот, в результате этих кризисов, да, под, ну, под воздействием каких-то объективных, например, фактов, да, он перестал себя так вести. Вот. Я ему об этом не говорю, потому что, ну, как бы, опять же, я, там, ну, допустим, сама, да, сама я, понимаю, что он, вот, ну, не мог вести себя по-другому, я с ним, там, допустим, согласна в его, ну, в его поведении, да, то я с ним, я с ним согласна. А, доп, ну, допустим, опять же, допустим, я согласна с Вот. Но при этом, так, то, что мне не нравится, да, я зажимаю себе. Не говорю, не высказываю и так далее. Вот. Очень важно доверие и очень важно ощущение еще безопасности. То есть необходимо здесь, на мой взгляд, понимать примерно следующее. Что влечение, да, влечение возникает при достижении определенного состояния. Человек. Вот. В частности, когда удовлетворены предыдущие, ну, более, скажем так, актуальные потребности. Вот. То есть если, эээ, женщина и в меньшей степени, если мужчина, эээ, чувствует себя в безопасности, то появляется, как, появляется, собственно, сексуальное влечение. Вот. И то, что у вас его нет, может свидетельствовать о том, что вы вот как-то, эээ, ну, находитесь не в безопасности и не в безопасности себя чувствуете. Вот. Дальше, эээ, на что, ээ, на что, ээ, хочется обратить внимание. Ваше. А вот вы говорите, да, о том, что вот это основная проблема, которая, ну, которая вам видится и которая вам кажется и, в принципе, ну, вы имеете все основания так считать, вы имеете все основания так полагать. Но при этом хочется сказать, что вы никак не, эээ, опримечиваете то, что, то, что чувствуете. То есть вам не нравится ваш муж, вы идите с друзьями вращениях, да, то есть там какие-то возникают ассоциации, какие-то появляются мысли. Вот. А это все очень важно. то есть вот непосредственно то, что с вами происходит. А вы об этом практически не говорите. Вы просто в, в общих чертах, ээ, приводите, вот, эээ, ну, свои ощущения вы в общих чертах. Эээ, приводите, эээ, 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 ну, свои, ну, свои чувства в, в, в общих чертах только. А при этом, вот, до конкретики, ну, в данном случае, вы не доходите, вот. А на мой взгляд, вот, ну, как бы, конкретика, да, она очень важна. Если, допустим, мы говорим о ситуации с, ну, восприятием, например, да, да. То есть, если мы говорим о том, что есть какие-то особенности восприятия. То есть, это может быть разное, может быть, вы не можете мужу довериться, потому что когда-то он вас подвёл и, как бы, вы перестали воспринимать его как мужчину. Может быть, вам не нравится что-то в его поведении. То есть, это всё нужно обсуждать. Знаете, какая штука. А вы здесь, по большому счёту, демонстрируете, ну, недоверие. Ведь сексуальная жизнь, она очень сильно завязана на доверии. Да, на открытости, на честности. А то, что вы говорите, что я начинаю там что-то придумывать или занимаюсь сексом без желания, вот, это говорит о том, что вот как-то доверить, доверия нет. Есть, там, например, ну, есть, допустим, страх, к примеру, страх обидеть, например, супруга. Да, или есть чувство стыда. Ну, я что, я не могу сказать, ну, человеку о том, что происходит. Понимаете, да? Вот. У вас всё это происходит довольно долго, то есть 10 лет. Здесь сразу возникает несколько вопросов. Вопрос следующий. Почему вы решили обратиться только сейчас? Ну, почему вы заговорили об этом только сейчас? Что изменилось? Дальше. Если вы знаете точно, ну, плюс-минус, точно время, когда это началось, что тогда происходило? Вот. Понимаете? Такая штука. Вот. Вас интересуют, какие причины могут быть? Давайте пойдём от ваших чувств. Какое вы себя чувствуете? Когда это происходит? Как вы себя чувствуете? Как бы вы себя описали, когда это происходит? Вот. Если я жертва, да, например, то это означает, как бы, ну, что вы вот чувствуете себя, эээ, себя должное приносить себя жертву и мужу. Это одно. А если там вы человек, эээ, испытывающий отвращение, обиду и что-то и ещё, это, это другой момент. Вот. Вот. Ну, если у вас будет всё хорошо, то я предполагаю, что это, вот, непосредственно, обиду, обиду вашу. Вот. Какие-то. Вот. Или разочарованность, да, или обида, или вот, эээ, как я сказал, изменение в гендерной поведении, в гендерной модели поведения. Вот. Тут нужно от этого отталкиваться, от ваших ощущений, от ваших чувств. И, соответственно, смотреть. Ну, смотреть. В рамках моего ответа более экзотическим вариантом будет то, что могут включиться некоторый защитный механизм. В определённый момент отношений, определённый защитный механизм, который триггером, которого является некоторый ваш сценарий, пришедший из детства. Например, вы можете бояться давать у вас быть второй ребёнок, а, как бы, детей больше вы не хотите. Например, эээ, по проществу определённого времени вы стали опасаться близости. Вот. Эээ, например, у вас почему-то нет желания, да, эээ, доставлять мужу сексуальное удовольствие. Это тоже очень важный момент. Очень важный момент является то, что вас саму не тянет, но и важный момент является то, что вы не хотите доставлять удовольствие мужу. Вот. Эээ, эээ, и, эээ, вот, эээ, когда вы говорите, что нет желания, да, это, эээ, что означает, что ваш, эээ, ваш муж, эээ, перестал вас привлекать? Или, эээ, это больше психологическая история? Знаете? Вот. Вот. Возможно, и ваши определённые трудности. То есть, у вас и самой есть, ээээ, свой какой-то опыт, у вас самой есть свой какой-то путь, и вполне возможно, что, вот, в определённый момент, ээээ, эээ, без участия мужа, вы просто, вот, эээ, начали испытывать вот то, что испытываете. С это вообще, может быть, с мужем не связано. Ээээ, что касается того, что у вас есть, эээ, мелкие, вот, эээ, как вы говорите, ссоры, да, как у всех. А вот, честно, меня это смутило. Как у всех. То есть, понимаете, вот, если что-то как у всех, значит, можно. И здесь получается такая двоякая ситуация. С одной стороны, вроде бы, ссор нечего, да, вроде бы, все спокойно, а с другой стороны конфликты, которые возникают, они, типа, ну они должны быть, да, потому что, как у всех. Но даже здесь такая, что это может приводить к такому восприятию, когда в конфликтах мы не присутствуем. То есть мы не вкладываемся в это эмоционально. Мы относимся к этому как к какому-то рутине, мы себя не чувствуем. Понимаете? И в таком случае, получается, есть какие-то вот сферы, прям такие вот сферы, где я должна присутствовать. Где я должна, ну, как-то брать на себя ответственность за свои реакции, за свои настоящие чувства. То есть если кино, сериалы, рестораны, ну, это вроде как формальность, хотя, может быть, это и приятная формальность. И от вас не требуется здесь присутствовать. То есть это может быть ритуалом, в принципе. Ну вот. То там, где вот ритуалы не работают, возникают проблемы. Поэтому я бы вот спросил бы здесь вас о том, да, как много ритуалов в ваших отношениях. Вот. Ритуалов то, что делается на автоматизме. Как много вообще автоматизма в ваших отношениях. Вот. И начал бы я не с того, чтобы... Ну, начал бы я не с интимной сферы, а с того для начала вообще, а можете ли вы быть собой? То есть вот абсолютно сами собой. Да? Вот как вы относитесь к своему телу в контексте мужа? То есть, ну, можете ли вы там демонстрировать его мужу, да? Или это всё уже накладывает какой-то контекст определённый. Как вы относитесь к телу мужа? То есть, может ли он вам его демонстрировать? Или тоже это сразу накладывает какой-то определённый контекст, определённое дожествование и так далее? Ну, то есть, есть ли вот это вот такая доверительность и открытость? Понимаете? Вот. В целом, я бы вот по вашему тексту, по тому, как он написан, я бы предположил, что вы человек достаточно такой спокойный. Что называется? Человек в себе, да? То есть человек, который своё чувство держит про себе. И мне показалось, что вы достаточно рациональный человек. То есть мне показалось, что вы пытаетесь объяснить. Смотрите, какая штука. И в этом контексте тоже важно не передавливаете ли вы себя этим. Вот вы спрашиваете, какие могут быть причины, а у меня к вам встречный вопрос. Вот вы узнаете, что это за причины, что дальше? Ну, то есть, что дальше? Вы же понимаете, что с причинами нужно работать. А это психологическая работа. Не только с вами, возможно, и с Мурин. Ну вот. То есть, при той информации, которую вы написали, ответов может быть очень много. Преположений может быть очень много. Вот сколько есть психологов, да, сколько и школ психологических, столько могут быть, столько может быть и проположений. У психоаналитиков одни, у генитарных терапевтов другие, у когнитивно-поведенческих третьи и так далее. То есть нужно с вами непосредственно говорить, чтобы вот понять. А вы просто задаете общий вопрос. Максимально общий. Потом свои ощущения вы не описываете. Ну вот. Если вы говорите просто, что я начинаю что-то придумывать, вы говорите, что у меня желание. Вот. Это очень общий, очень общий описание. И либо вы не знакомы с собой, со своими ощущениями, просто не замечаете, что вы чувствуете. Ну вот. Либо вы не считаете нужным это говорить. Если вы не знакомы, можно вас научить, чтобы вы познакомились. И это не сделает вашу жизнь проще, это сделает вашу жизнь, возможно, сложнее, но вы получите возможность что-то менять. А если вы не считаете нужным говорить, тогда как вам помочь? Если вы считаете, что вы не можете об этом говорить, потому что это общий такой публичный вопрос. Ну, в таком случае вы сами понимаете, что формат взаимодействия выбрали не совсем корректный. Такие вещи лучше обсуждать этот ответ лично. А муж об этом знает, о том, что у вас такая проблема. Как он, как он относится к этому. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует...